вкусное такое вы мне пожили ё-моё отмена отмена не рожать уже наконец-то настал тот день что за rolls-royce прощается к вам я просто просыпаюсь сажусь на кровать и мне хочется плакать что у нас животные будут встречать сейчас нового гостя ну тоже кстати непонятно как это потом убирать это раз и два как это работает с учетом того что стати погибли шоками не приклеиваются не подумал что это как кошка стипа флоток не что типа мыть не надо что падает какашки типа из песок и ты просто песок убираешь а не моешь ну как будто в нашем случае сейчас подожди секунду как мы его назовем но мы уже назовем к этому мне кажется хотя не не факт можно переназвать у нас здесь и камни с лавандой и все виды травок кормов что-то из вашей бомбочка для ванны мы повесили такую каталку еду вон там целая остановка питьевая точится дизайн интерьера для птиц тут у нас такая вот морской камень какой-то тут вот такая установочка дрызучка круто блин прикиньте также залетает птичка жестко все или она такая вообще все его неправильно все сделали как мы это сделаем я боюсь надеемся что не вылетит он уже вообще на сбоку да насти ты вот эту клетку замкнешь вылетай птича внутри только и тысячи снаружи идти мальчик ты видишь да да мы тоже видим он попом он боком мне кажется норм надо же его как-то оттуда выбрать но просто вы видели в зоомагазине в какой он жил вот такой вон сколько места посмотрите какая у него хата ставьте палец вверх если вы сами так войны ты посмотри тебе игрушка кошка и птичка она будет улетать даже если цапнется попа ничего страшного все она вот чуть-чуть ой но выглядит как природа все естественно вот хищник он за клеткой вот птичка первые песни не могу ребят на кошка то вы посмотрите ну круто блин как красиво ой она все делает она пользуется полным домом все что мы для нее подготовили здесь пользуется ой ну красота да ну все таки мне кажется саша вообще don't understand этих игр ну ваня это просто мне кажется ну все на всю жизнь развлечение охота который никогда не закончится Мяу, да, Ваня, привыкай, новый житель, и это не вам игрушка, это же Ваня. В шоке от этих выступлений, скажи, что вы мне придумали тут такое, и так всю ночь. Вы слышите, как он поет? Лимончик, нифига ты выдаешь. В общем, сегодня второй день нашего существования с лимоном Ваней и Сашей. Я вернулась домой, вам покажется, что ничего не произошло за это время, потому что я целый день ничего не снимала, просто услышала пение лимона. Мне захотелось его включить, точнее, мне захотелось включить камеру, чтобы показать, как он поет. Ты такой крутой, даже непонятно, как тебя похвалить. Ну, бери еду, угощайся. Ну что, наконец-то, наконец-то настал тот день, когда мы собрались, едем выбирать коляску. Вы не представляете, сколько это стоило нам сил первоначально, потому что нужно было понять, где, что, как. Для меня было самое сложное, это еще и понять, какой есть выбор колясок, среди чего вообще, в принципе, надо выбирать, какие есть лучшие из лучших. Ну, в общем, все это вместе еще и собраться. Тут еще у меня приехала моя семья, там сестра, мама. Как-то все вот это все вместе собралось. И что самое прекрасное в этом всем, это то, что нам еще и в этот момент написал просто, ну, мне кажется, лучше никто не мог даже написать, как ни магазин «Кенгуру», в котором есть просто все. Ну, то есть сейчас вот мы едем выбирать коляску и автокресло. Но прикол в том, что там, ну, я, естественно, знала про этот магазин. Прикол в том, что в нем есть просто все, начиная от подгузников, заканчивая вот такими крупными покупками, как коляска, кроватка, там, автокресло и так далее. И вот мы наконец-то собрались и сейчас поедем все это выбирать. И я вас беру с собой. Приветики. Я к вам уже из, как вы можете заметить, отсутствия живота из настоящего времени. Просто хотела поздороваться, сказать, что скоро вернусь в настоящее. Пока что меня очень мало в соцсетях, но скоро вам буду все показывать, рассказывать. Это я сейчас в детской нашей игровой. А пока что я к вам с уже мамским советом для всех будущих родителей, для уже настоящих родителей. Хотела вам рассказать, что я искала для себя суперклассные подгузники. И просто, как с кенгуру я вам рассказывала в этом влоге, кстати, ко мне пришел бренд, который мне очень сильно нравится. И поэтому я вам сейчас про него подробно покажу. Это наш пеленальный столик, где, собственно, проходит весь уход. Просто посмотрите, мы пользуемся брендом Junis подгузниками, которые мне очень сильно нравятся. У них здесь есть вырез для пупочка. В общем, сейчас расскажу. И как раз таки они, тадам, пришли ко мне на сотрудничество. Это очень круто. В целом, это классная и нужная покупка и подарок для малыша. Ультра мягкие и ультра тонкие подгузники при этом отлично впитывают. В них малышам не жарко. Даже в самое жаркое лето мы уже это проверили. Они сделаны из качественных и дышащих материалов. И я вам уже показала, но еще раз покажу, какие у них классные и милейшие дизайны. Посмотрите, какие они милые. Ну и как я уже говорила, в размере для новорожденных есть вот такой вот вырез для пупочка. Очень-очень полезно. Junis 1 июня исполнилось 5 лет. В честь своего дня рождения с 1 по 7 июня Junis проводит масштабный розыгрыш призов и дарит гарантированные подарки всем. Заходи на сайт Junis и узнай, какой подарок получишь ты. А теперь давайте вернемся во влог. Оставлю для вас промокод, который вы видите сейчас на экране. Julia со скидкой на 15%. На коляски, кроватки, мебель, игрушки, косметику целых 2 недели. Вот оно, наше местечко. Расставлено, как все. Это первое, что мы рассматриваем. Cybex. Мне будет проще, попросите попробовать у вас, чтобы вы функционал. Попробуй этой. А проверьте прям вот по этим кочкам. И то есть, видите, он за вас ее начинает уже довозить. Это очень удобно при подъеме в горку, вот при прогулке в парке. Опять же, при каких-либо неровностях. А проедь полностью. Да, тут аккумулятор в комплекте. Типа она сама или ты что-то делаешь? А прям... Вот, да, вы подталкиваете, и она доводит. Регулируем режим, на какую высоту нам с вами нужно поставить. Либо вообще вот так отпустить, когда ребенок уже подросток. То есть, вот у нас спинка с вами, понимаете, и такой вот у нас же с вами полноценный прогулочный блок с довольно-таки таким широким капюшоном. Они также обладают водоотопущей пропиткой, как я вам вчера говорил, ремни безопасности. Спинка регулируется по высоте. Мне вот это очень нравится. А тебе вот это, да? Как единственное, мне кажется, вообще не вариант. Ну, просто для каких-то целей, просто когда ты катишься и потом пальчиком делаешь. А есть вот это такие более диджитальные, знаешь, когда ты просто крутишься, там нужно в магазинах крутиться, где маневренные быть. Ну, мне кажется, это вот это лучше будет. А расскажите теперь, мы вот рассмотрели сайбокс, получается, хэсбу, а про бугабу что-нибудь. Тоже ремни сматросъемы, в ткани тоже используются хлопок, тоже гипоаллергены. Немного другая система предноски, то есть если, как в сайбокс, мы приносили, у вас срочка была тут, тут оно сделано. Тут, я так понимаю, вам надо прям долго это все делать. Окно для вентиляции воздуха, но тут оно слегка поменьше, чем в других моделях, как вы видели. Как выбрать цвет? У нас имеется зелененький, розовый. Не, ну розовый тоже прикольный на самом деле. Такая бежевая и синяя. Да, сначала я больше всего склонялась к зеленой, но сейчас я как-то уже и розовую хочу рассмотреть. Выбираем. Очень тяжело что-то выбрать. Ты за эту, да? Да. А ты за эту? Да. А ты за какую? Не знаю. Как будто за ту, если была ручка. Да, вот я что же самое сказала, что я бы ее точно брала, если бы. Может нам на ручку что-нибудь намотать. Либо, если вот эта вот штуки не было бы, то я бы, может, это тогда бы рассмотрел. И если бы она чуть шире была. А она значительно шире? Нет, ну это буквально сантиметра три. Прям какой-то сильный принципиальный разница. Модели по цветам, то есть хромированный черный, либо матовый черный, а здесь большой выбор. Давай ту брать. Сейчас кажется, это какая-то более быстропадная. Блин. Мне просто прикольнуло, что к той можно зимой поставить эти лыжи. Ну круто же. Ура, выбор сделан. Из Хэзбы мы выбрали Интрига. Вот эту, шутка. Нет, не синюю мы выбрали. Нет, не розовую. Нет, не бежевую. Напишите, кстати, какую вы выбрали. Мы выбрали эту красотку. Просто, она какая-то просто мега шикарная. Мне еще она так внутри нравится. Очень красивая. Наш выбор. Берем. Что за Rolls-Royce? Теперь осталось определиться с второй колясочкой. Наиболее такой городской, прогулочной. Ну что? У нас уже проходок стол здесь было. Модернизируется. Вот эту? Не одевается, да. А потом придумаем. И руки будем мазать кремом. Здесь мы еще также выбрали автокресло. Вот такое Cybox. Только в таком цвете. Зелененьком. У нас все зеленое. И вот наша вторая колясочка. Мы решили взять все-таки Cybox. Автоприводный. Ой, это не она. Вот такую, короче. Она там вся идет. Вся такая супер автоматическая. Вот наши две коляски. Пишите, как вам. Ребята, у нас еще пополнение. Я купила кофемашину. Сейчас буду настраивать. Так прикольно. Так, ладно, сейчас пойдем по инструкции. Такие вот мы стали кофеманы почему-то резко. Вообще я никогда не хотела кофемашину в дом, потому что мне хотелось пить кофе или какие-то такие напитки, типа капучино и что-нибудь такое. В какие-то моменты, знаете, особенные. Ну, типа в кафешке, еще что-то. Но почему-то с переездом я подумала, что нет, я хочу эту красотку. До этого у нас, вот мы пользовались, у нас есть вот такая автоматическая турка. Ну и чайник. Так, капучинатор. То есть я обычно взбиваю тут молоко, делаю кофе, совмещаю, но это все равно, конечно, не то. И вот теперь у нас такая вот. Долго выбирали, делали обзоры, смотрели, чтобы вот прям все как мне надо. Поэтому, если вдруг выбираете, я сделала за вас лишнюю работу. Просмотрите, короче, эту машину, потому что мы смотрели по разным пунктикам. Вы слышите этого? Ремонтик. Смотрите, где он. Так прикольно, что он все время поет. Короче, я взяла вот такой из кофеина, оно с зернами. Интересно, как это работает. Смотрю, все дело засыпано. Ой, ну ребят, посмотрите. О, можно снять. Кайф. Блин, я все время расстраиваюсь, что я не все с вами так делаю. Мы просто столько всего пооткрывали тут нового. Но, кстати, у нас еще вафельница нераскрытая. Просто, знаете, много таких мелких штучек, и я ничего не показываю. Итак, мы с вами будем готовить. Интересно, чем отличается кофе латте от латте макиято. Долгое нажатие. Рецепт. Пенка, кофе 60 миллилитров. Прикольно. А, поняли, можно вообще менять все. А кофе латте? Тут другое немножко. А, без пенки. Так. А капучино? Я хочу капучино, наверное. А-а-а. Здесь только пенка и кофе. Ну, ладно, я, наверное, такое хочу. Надо почитать, что значит constant. Слабый, средний и сильный. А этот, типа, средний. Прикольно. И это степень прожарки. Ой, как круто. Ну что, мы с вами готовы. Вау. Ё-моё, отмена. 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 Стоп. 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 Я же не добавила молоко. Всё, дико извиняюсь, машинка. Это было смешно. В общем, вот молочко. Всё, нафиг эту уже инструкцию. Мы уже с вами всё понимаем сами. Погнали. Типа, прожарку сделали. Ароматно сделали. Ой, не могу. Что это за такое? Нагреваем, типа. Поняли? Типа, это горячо сделается. Ну вообще. О май гад. Как прикольно. Вы разделяете со мной эти эмоции? Или мне одно кажется, что это очень круто? И круто, что это автоматическая машинка. То есть, не нужно вот это вот сбивать самому. Но при этом она на зёрнах, типа, не на капсулах. Я не знаю, чем плохи капсулы. Может, ничем. Просто мне почему-то так кажется, что на зёрнах как-то круче. Я, конечно же, взяла нарядную чашку для такого первого нашего с вами приготовления. А мы будем сердечки рисовать какие-то? Не будем. У нас будет такой смайлик. Ребята, кофеёчек божественный. Ещё такая погода на улице. С беременностью я стала так кайфовать от своего стиля. У меня сейчас на голове обо что, потому что я еду как раз на уход. У меня, во-первых, в гардеробе стало очень много вещей Брунелла Кученели. У нас с Владом новая любовь. Новый бренд. И Джилл Сандер ещё очень нравится. Вот, кстати, от него тоже новенькая шкурка. На самом деле это хлопок. Прикольно, да? Выглядит, как будто какая-то овечья такая курточка. Но это всё полностью из хлопка. И от этого она такая супер мягкая, уютная вообще прям. Ну, шлёпки я сейчас ношу безостановочно любые. Просто потому что мне очень тяжело наклоняться. Ложку, задерживать этот язычок. Короче, это всё так сложно. Сейчас много покупаю разные обуви, именно открытые, чтобы легко было вот так делать. Короче, я сейчас такая до ума. Я просто вам что-то не показываю, как я одеваюсь. Сейчас вспомнила, решила показать. Вот, потому что у меня сегодня все вещи новые. Вот это платьице хлопковое новое. Вот эта штучка. Короче, класс. Всем доброе утро! Я хотела вам показать, что сегодня у меня первая проба из моей вафельницы. Это вафли из кабачка и курицы с цельнозерновой мукой. Делаю, точнее подогреваю омлет. Начинай свой день! Смотрите, на ромашку села. Так, ваша крошка картошка. Взяла две крошки картошки. И у меня сейчас была тренировка по пилатесу. Я всё ещё занимаюсь три раза в неделю. Я в шоке. Мне рожать уже скоро. А я всё это... Меня, короче, обсыпало к последнему месяцу. Ну ладно, ничего страшного. Причём это у меня такое, знаете, как просто, не знаю, аллергическое. То есть это даже не высыпание. Ну ладно, я вообще не расстраиваюсь. Я очень довольна вчерашним уходом, который мне сделали. Ну я делаю Токио. Вот. В принципе, у меня особо волосы не нуждаются в каком-то супер-мега чём-то. Но я делаю стандарточку. Потому что, не знаю, надёжно и быстро. Сейчас пойду на массаж. У меня чуть-чуть освободилось время. Точнее, у меня получается 20 минут есть до массажа. Поэтому я решила перекусить. Потом у меня будет звонок рабочий. Ой, ну мне не нравится. На камере как-то очень сильно выделяется. В жизни просто почти не видно. А на камере так ярко. Просто посмотрите на моё лицо после массажа. Не знаю, видно ли вам. Очень видно. Ура! У нас сегодня воскресные шашлычки. Дома готовим. Вкусно, пахнет. Поняла, что мы не смеемся. Нет, она не слышит. Ланя! Угощайтесь с соколан. Спасибо. Рубрика. Мой стол, который ещё и двигается. Эй, смотрю. Сирия. Вы слышите, как поет наша птичка? Я в шоке. Ой, у меня сегодня первый день отдыха. Спустя, я не знаю, 9 месяцев. Сколько времени я нахожусь в сонном положении? Что-то вообще не просто не отдыхаю. Лимон. Пошла его пугать. Вот, сделала себе ягодную тарелочку. Включила чаёк. Хотела сказать, налила чаёк. Сейчас буду решать такие вопросики в телефоне. Приветики. Сегодня такой вот у меня обрез собиралась дома сама. Я иду, точнее мы идём на день рождения к Валерии. Это очень прикольно, потому что это прям певица моего детства, певица молодости моих родителей. Короче, очень прикольно, очень приятно. Побывать у неё сегодня на празднике. Мы купили ей с Владом в подарок очень красивую сумочку и очень классный букет. Вот. И сейчас едем уже в ресторан. Поздравлять! Вот и мой полный образ. Но у меня особо выбора нет. Я сейчас всё время ношу какие-нибудь нашлёпки. Это единственное, что мне удобно обувать. Что это отличило? Что такое? Блин! Ууууууу! Я до сих пор в шоке, что мы с Валерей Ну что ж, я хожу еще на массажики. Продолжаю со своим гигантским животом. Ох, тяжело уже с этим животиком ходить. Ну ладно, не буду жаловаться. После массажа всегда кайфовненько так. Все хорошо у вас? Ага. Всем приветик. Вчера поставила элайнеры. И рассказать прикол. Все, что у меня осталось от элайнеров, это вот эти примочки, приклейки, наклейки, на которые ставятся элайнеры, чтобы они, короче, плотно прилегали и все такое. Интересно, это был ужас. Ну, короче, вчера вечером вот я их поставила. Я говорю врачу, блин, а это прям настолько, ну, дискомфортно. Типа они прям жмут. Он прям мне сжимает челюсть, и я просто, ну, типа, в шоке. Она говорит, ну, это первые пару часов, типа, вообще будет непривычно. Потом уже полегче. Говорит, вы быстро привыкнете, вообще не переживайте. Там все такое. Я такая, ну, ладно. Приезжаю домой. Ну, как бы трэш. Ну, как бы мне очень больно. Но я думаю, что все те, кто ставили элайнеры и брекеты, ну, не прям все, но я думаю, большинство поймут меня, что это, наверное, нормально. То есть, наверное, это действительно так дискомфортно и так и должно быть. Но я ночью, мало того, что я по своим делам просыпаюсь, да, как беременный человек на девятом месяце по сто раз за ночь, а тут еще, получается, я стала просыпаться, потому что я просто просыпаюсь, сажусь на кровать, и мне хочется плакать, потому что они так сжимают челюсть, у меня просто зубы так ныли, так болели. Ну, короче, я не знаю, может быть, у меня сейчас там из-за гормонов, из-за вообще, в принципе, моего положения. Может, это вообще, ну, там, я не знаю. Хотя мне врач же поставил, значит, она имеет понимание, что, типа, на девятом месяце там тоже можно такое делать. Но психологически и физически это просто для меня сейчас какая-то, я не знаю, наверное, неподъемная история. Я их сняла, ну, блин, вот хоть, ну, ну, хоть на минуточку. Можно я сниму, пожалуйста? Очень больно. Я снимаю, и ничего не меняется. Ну, то есть, зубы продолжают очень сильно болеть. То есть, я понимаю, что вот эта штука уже мне там что-то все поделала, и у меня уже просто болят зубы. Я, ну, обратно ее надеваю, потому что я понимаю, что какой смысл, если одинаково и так, и так. Думаю, ладно, я засну, не буду чувствовать. В итоге, просыпаюсь утром, у меня просто, у меня как будто онемело все десна, у меня болит вся челюсть, у меня болят зубы, я не могу на них нажать. Я снимаю, ну, чтобы почистить зубы и почистить саму эти элайнеры, я снимаю, и у меня просто как будто, я не знаю, как будто, ну, знаете, как ногу сжимали всю ночь, ну, то есть, просто онемело все нахрен, все болит. Ну, я думаю, так, я сейчас почищу зубы, все равно же я пойду сразу завтракать, соответственно, думаю, ну, пусть пока тогда полежат в контейнере эти элайнеры, типа, надену после завтрака. В итоге я просто даже не понимаю, как поесть, потому что у меня болят уже зубы. По итогу, ну, пока там туда-сюда, прошел уже час, ну, там я пока витамины выпила, пока позавтракала, уже проходит час, и у меня уже более-менее зубы, ну, перестают болеть без элайнеров. Я понимаю, что, фух, это какая-то временная история, то есть, ну, без элайнеров они не болят. И все, и я, короче, надела их обратно. Проходит, ну, там, я не знаю, полчаса буквально, и опять начинается вот эта дичь. То есть у меня болят зубы, и я не могу ни о чем думать, я просто, я понимаю, что, ну, я такая думаю, блин, ну, там, должно пройти, мне сказали, что там неделя, ну, там, пару дней будет прям пик, неделя, две недели, и все, и прям вообще будет полегче. Хотя все равно уже через две недели, получается, ты меняешь на новую капу, и потом каждую неделю новую капу ставишь. То есть это бесконечный дискомфорт, они же двигаются, эти зубы. В общем, я знаю, все эти истории слышала, там, как с брекетами мучаются, про элайнеры, если честно, не настолько слышала, но это логично, что с ними тоже. Должно быть дискомфортно, потому что, блин, ну, зубы двигаются, конечно, ну, это не из приятных процедур. Ну, в общем, я пока не знаю, я сегодня решила, что все, мои нервы на пределе, я не хочу, я положила их в контейнер, пока что просто с ними хожу в контейнере, и решила дождаться завтрашнего звонка с врачом. Буду с ней советоваться, спрашивать, ну, то есть, насколько мы можем, ну, там, окли, ну, не знаю, по зубам, по всему, окли, если мы, допустим, после, там, родов уже, через какое-то время, когда я восстановлюсь, у меня будет возможность отвлекаться, ну, то есть, не только думать о том, что я там беременна, что у меня есть на фоне этого свои дискомфорты, да, когда я уже, как бы, ну, буду более-менее вот такая установленная, я смогу страдать только по зубам, ну, не знаю, я понимаю, что в любой период это будет некомфортно, но сейчас как будто я прям очень не хочу. Напишите, у кого был какой опыт, может быть, это я сейчас суперчувствительна, или это нормально, что это настолько больно, но, блин, я прям расстроилась, потому что сейчас у меня эти зубы с этими шипами по всем, на каждом зубе почти у меня эти шипы, я не помню, как они называются там в оригинале, видимо, придется ехать их снимать. Просто мы их ждали, блин, из Америки там 4-5 месяцев. Очень надеюсь, что никак не повлияет то, что если мы там на пару месяцев оттянем начало летения, потому что если мне сейчас скажут, что там нельзя и нужно сейчас их носить, то, конечно, ну, видимо, придется терпеть, потому что очень дорогие эти лагеры и очень долго ждали, и я не хочу их просто выросить в мусору, ничего, что за бред. Такая история. У нас 100 человек. Хочу показать вам, кто я. У меня воскресенье. Такое достаточно частенько у меня оно проходит именно так, потому что по воскресеньям часто идут матчи. Отдыхаем. С утра у нас было с Владом куча дел. Я вернулась домой, пообедала. Сейчас чилю, как говорится. И потом буду немножко работать в компьютере. Собираю сумку в роддом. У меня пока что в детской просто дурдом полный. Вообще ничего не разобрано. Я просто потихоньку это делаю, потому что как только берусь за что-нибудь, сил не очень много. И, короче, сколько успеваю, столько делаю. Плюс еще, знаете, много чего перепутано. Повсюду какие-то вот детали. Вот. Но пока что что-то такое получается уже. Здесь сторона для мамы. Здесь сторона для малыша. Я пока просто предварительно что-то накладывала. Не до конца изучая. Ну, то есть я примерно понимаю, что нужно. Но как бы еще, знаете, просто положить, чтобы не забыть, словно там, бутылочку, понятное дело. Нужно продезинфицировать. Еще соски надо положить. Ладно, я на всякий случай какие-нибудь положу. Не очень понимаю, какие подойдут. Ну, ладно. Пусть какая-нибудь лежит, чтобы я не забыла. Но уже надо как-то потихонечку это все приводить в порядок. Слышу голос и манящая дорога. К Ружикову, как в детстве, карусель. Прекрасная, далека, не путь ко мне жестока. Ну что, всем приветик, как дела? Пока не родила, как говорится. У меня сейчас самые актуальные вопросы. Блин, ну как снимать, чтобы вам было видно меня? У меня уже просто, вы не представляете, мега поздние сроки. Я продолжаю жить. Потому что смысл сидеть дома и ждать в море погоды. Мне врач тоже сказала, что типа, живи, тусуйся. Не идти, положись на диван и жди. Ну, хотя, учитывая просто уже предродовые сроки, так скажем, тяжело стоять в основном только. А вот, а так, в целом, по настроению, по всему, как бы я себя отлично чувствую. Вот, короче, сегодня решила, думала идти или не идти, но решила, что сегодня проснусь утром. Если будет хорошее состояние такое, типа, дрижовое, то пойду. Вот, в итоге поехала в клинику, сделала там все вот эти доплеры, КТГ, в общем, всякие вот эти штуки. Потом поехала в бассейн, там очень взбодрилась. И, исходя из этого, решила, что пойду сегодня на мероприятие. Настроение такое приподнятое. Сегодня мгала ужин премии Мус-ТВ. Ну, это такой закрытый ужин, где будут рассказывать про номинантов. Короче, прикольно, потому что премию Мус-ТВ я последний раз видела только по телевизору на Мус-ТВ, когда я жила в Минске еще. С тех пор ее не проводили, и вообще это прикольно. Так, у меня что из новостей? Я просто с вами не связывалась где-то неделю. Хоть вы этого и не поймете, потому что я все это в один влог соберу, да? Я давно ничего не снимала, потому что столько было дел. Я просто в шоке, у меня расписание. И расписание просто, я не знаю, ломилось. Последнее, что я вам рассказывала, это про элайнеры. Короче, история закончилась тем, что я созвонилась с врачом, и мы решили, что зубы подождут, я рожу, восстановлюсь и надену элайнеры. Я буду ходить с этими штуками, те, кто знают, с шипами на зубах. Вот она мне говорит, не снимай, типа, если есть такая возможность, чтобы потом 10 раз одну и ту же процедуру не делать. Я в целом уже привыкла, я их чувствую, конечно, они идут прям по всем зубам, со всех сторон, такие шипы, но они не видны визуально, поэтому пофиг. Сейчас я еду из бассейна, я там собралась, сразу накрасилась, и еду домой переодеться, надену платье сегодня, и поеду уже на мероприятие, потому что уже даже немножко опаздываю. И я сняла волосы наращенные, это мои сейчас. Я не знаю, видите ли вы вообще разницу, когда я наращиваю или когда я снимаю, потому что мне даже мастера говорят, зачем ты наращиваешь, потому что разницы никакой. Просто, знаете, обычно снимаешь волосы, и ты такой, о, господи, я без волос. У меня такого чувства не было. То есть мы сняли, я такая, что поменялось. Но логика беременной женщины в том, что завтра я все равно наращиваю. Не знаю, я просто подумала, что я еще разок хочу нарастить, потому что это никак не будет моим волосам, вот, но мне просят все кладками, вот, потому что на такие волосы, ну, так скажем, менее объемные, понятное дело, чем на наращенных, там, тысячи штук. Что такие волосы нужно все время брашим, короче, какой-то выпрямлять их, вот, ну, чтобы они все время держали какую-то форму. А с наращенными я могу, условно, даже просто, даже не сушить волосы. Ну, то есть просто вот они высохнут, да, они будут немножко такие, как пакли, но они за счет того, что их много, они уже смотрятся как-то, как прическа. Вот, и поэтому мне проще в данный момент, в период моей жизни, походить еще с наращенными. Тем более, что мне это подходит, но в плане, что у меня не выпадают волосы, не портятся, они мне никак не мешают, у меня все ничего не происходит. Поэтому вчера сняла, сегодня я сделала уход по волосам, пилинг на голове, ну, чтобы, короче, обеять, типа, после наращивания, это, установить там, типа, почистить кожу, вот, и завтра, наверное, еще снова. Еще из прикольного, нам приехала куча-куча нового всякого домой, то, что мы заказывали, то есть, всякие там кусочки мебели, вот это все. Мы сейчас с Владом обсуждаем, он на работе, я еду на мероприятии, и мы обсуждаем с ним, что хочется просто все отменить, поехать домой и все это рассматривать. Но уже ладно, догонтим дела, и идем поздно ночью, и будем это все рассматривать. Потом вам покажу. Возвращаются еды, музыка, любимые артисты. Возвращается Премия Муз-ТВ Премия Муз-ТВ